В Оренбург Людмила Гребенкина вместе с сыном инвалидом переехала из казахстанского Усть-Каменогорска. 12 лет она обивала пороги кабинетов в надежде получить удостоверение гражданина, подвергшегося радиационному воздействию. В итоге по решению суда заветные корочки женщине вручили и начали наконец выплачивать пособия. Сегодня Людмила Владимировна вновь в зале суда. На этот раз иск против Минсоцразвития и МЧС о компенсации за последние 12 лет. Впрочем, представители ведомств сходу остудили пыл настойчивой пенсионерки. Город Усть-Каменогорск, восточно-казахстанской области, в Казахской ССР, не включен в перечень населенных пунктов бывшего Казахской ССР, подвергающийся радиационному воздействию в следствии ядерных испытаний в Балстанском полигоне. А каждый населенный пункт, жители которых могли получить дозу облучения в следствии ядерных испытаний. А значит, о выплате 467 тысяч рублей речи быть не может. Потребовала Людмила Гребенкина и возмещение морального вреда. Причем запрашиваемая сумма удивила юристов 6 миллионов рублей. По поводу морального вреда, также хотелось бы пояснить, что наличие нравственных и физических страданий не подтверждено, поскольку представленные выписки из медицинских карт стационарного больного не являются доказательством причиненного вреда. Впрочем, пенсионерка другого мнения. Говорит, за 12 лет хождение по мукам лишилось здоровья, а рядом еще и сын-инвалид. Я достала сумки, я отхожу в бандаже, я не могу поднять больше килограмма. У меня сахарный диабет, потому что я работала в котельной по двое суток. Я не выходила. Я из котельной выходила и шла на базар, чтобы заработать себе на взгляд. Это не моральный вред. И когда я писала вам, вы мне отвечали, что нет возможности. В итоге, в противостоянии с двумя госструктурами, пенсионерка из Сорочинска оказалась бессильна. Удовлетворение исковых требований Гребенкина и Людмилы Владимировны к Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бедствий Министерства социального развития Оренбургской области, Управление пенсионного фонда Российской Федерации, Государственное учреждение в городе Сорочинске Оренбургской области, к возысканию денежных сумм, счет компенсации причиненного материального вреда, компенсации морального вреда, отказать. Впрочем, надежду на получение заветной компенсации Людмила Гребенкина не оставляет и готова идти до конца. У меня одна инстанция ЕСПЧ после всего этого. Европейский суд по правам человека. Виталий Сапожников, Дмитрий Примачек. Наше время.